Добрый день! Давайте посмотрим, как достроить фон в программе Capture One. Делается это довольно-таки просто. Итак, посмотрим на исходное изображение. У нас здесь предметы на темном фоне, однако есть два светлых участка по уголкам. Дело все в том, что на самой фотосессии у нас не было возможности заполнить весь фон темной материи. У нас был лишь круглый отражатель. Мы его просто поставили обратной стороной темной, и он у нас занял почти все, но не все пространство фона. Поэтому вот эти два участка, справа и слева, мы должны теперь как-то заполнить темной текстурой. Вообще-то эту задачу можно решить проще. Можно просто сделать кадрирование. То есть мы выбираем кадрирование и убираем лишнюю часть изображения. И вот, пожалуйста, у нас есть равномерный темный фон. Все вроде бы решено. Однако, что мне здесь не нравится? Мне здесь не нравится то, что осталось очень мало пространства над предметом, и то, что мы исказили исходные пропорции нашего изображения. А дело все в том, что, например, при печати это очень важно. Очень важно, чтобы у нас сохранялись... Например, один из самых часто используемых форматов печати это три вторых. То есть соотношение сторон три вторых. И вот фотоаппараты, как правило, фотографируют именно в этих пропорциях, а мы их тут только что исказили, отрезав часть изображения. Поэтому, если это не важно, то, пожалуйста, можно сделать так. Если же пропорции важны, то лучше воспользоваться другим способом. Мы возвращаем наше изображение, Ctrl-Z, и используем заполнение вот этих вот участков с помощью текстуры с другой части изображения. То есть берем отсюда текстуру и заполняем ею этот участок. Берем отсюда текстуру и заполняем ею вот этот участок. Как мы это делаем? Итак, мы переходим во вкладку «Слои». Берем инструмент клонирования. С помощью Alt-клик мы показываем, откуда взять. Вот Alt-клик отсюда взять и клик. И вот сюда вот показываем, что вот сюда это нужно положить, эту текстуру. Отлично. То же самое здесь. Alt-клик показываем отсюда взять текстуру. И вот кликом вот сюда вот показываем, вот что вот сюда надо это положить. Итак, вот буквально за два клика мы с вами решили эту задачу. Теперь мы с вами включаем функцию до-после и смотрим. Вот так было до, вот так стало после. Вот так было до, вот так стало после. Вот таким вот очень простым способом буквально за несколько секунд мы с вами, не исказив исходной пропорции изображения, достроили фон. Если у вас остались вопросы, то задавайте их нам в наших соцсетях, а еще лучше приходите к нам на уроки в фотошколу fotosasha.ru, где мы на курсе постобработка фотографий в Capture One подробно обсуждаем все эти вопросы. Надеюсь, что урок вам очень пригодился. Удачных вам фотографий. До новых встреч. До новых встреч.